Давайте рассмотрим еще одно решение задачи с квадратом. В этом решении мы будем использовать конструкцию вложенные циклы. Принцип решения будет прежний. Для того, чтобы вывести квадрат n на n, мы будем n раз выводить строчку из n символов. Однако теперь для того, чтобы вывести одну строчку из n символов, мы будем использовать цикл. Давайте посмотрим, как это можно делать. Почему бы просто нам не написать такую конструкцию для вывода n символов? For g in range от n print символ звездочка. Если мы запустим такой цикл, то будет выведено n звездочек. Однако они будут выведены по одной строке. Это происходит потому, что функция print в конце вывода переходит на следующую строку. Это поведение функции print можно изменить, если использовать параметр end этой функции. Мы можем явно указать другую строку, которой мы будем разделять разные выводы. В данном случае мы используем пустую строку в качестве разделителя. Если мы будем использовать эту пустую строку, то наши символы звездочка будут выведены слитно, без всяких разделителей. Таким образом, вот этот внутренний цикл нам сейчас сделает вывод одной строки из n звездочек. Для того, чтобы вывести целиком квадрат, мы будем после каждой строки из звездочек переходить на новую строку. Для этого мы используем еще один вызов функции print. Теперь, чтобы квадрат целиком получился, мы повторим этот вывод n раз. Значит, все эти действия помещаем внутрь еще одного цикла, который тоже повторяется n раз. Итого, что у нас получилось? У нас получилось два вложенных друг в друга цикла. Внешний цикл по переменной i делает n итерацией, и на каждой итерации у нас запускается внутренний цикл по переменной g. При этом получается, что для указания того, какая команда находится внутри какого цикла, мы используем отступы. Один отступ обозначает то, что наша операция находится во внешнем цикле, а двойной отступ означает, что очередная операция находится внутри внутреннего цикла. Таким образом, последняя операция print, поскольку она имеет одинарный отступ, она относится только к первому циклу по переменной i.